С потолка, из щелей, льется вода, светильник. А если это рухнет, тогда как? Может и рухнет. Плесень, стойкий запах сырости, трещины вдоль когда-то симпатичной лепнины, бодро и уверенно пересекающий коридор таракан. Один туалет с душевой и две кухни на этаж. В таких условиях живут около 150 семей. Их общежития на 7-й парковой улице Московского района Измайлова давно признаны ветхими. Жителей расселяли уже семь раз. Но это по документам. По факту, спустя десятилетия пребывания в очереди на улучшение жилищных условий, в новые квартиры отсюда никто не переехал. Зато платить приходится как за полноценную однушку. К площади комнаты коммунальщики плюсуют часть коридора. Мол, жильцы его активно используют. Двери большие. Здесь двери большие. А моя дверь маленькая. Почему? Потому что я живу в бывшей кладовке. И с этой кладовки вынуждены были вынести коридор. Здесь у меня 20 квадратных метров. И приблизительно 10 метров берут за коридор. Улучшить жилищные условия можно было, лишь заняв соседние пустующие комнаты. Накануне 14 мая среди жильцов прошел слух. Департамент городского имущества Москвы усилиями местных чиновников планирует забрать лишние комнаты обратно. В жилищном отделе нам сказали, что да, вы имеете право как очередники хотя бы как-то улучшить свои жилищные условия. С очереди вас никто не снимет. Сказали, ждите очереди, живите, никто вас не тронет. Платите коммунальные. А сейчас выясняются депутаты «Слуги народа» идут против нас и пытаются нас выселить. Понимаете, у нас просто безвыходное положение. Семья Елены Волковой в очереди больше 20 лет. Она, как и ее соседи, предполагает, что пустующие комнаты чиновники снова хотят расселить фиктивно. Подозревают мошенничество, ведь впереди реновация. Но и в эту программу заплесневелые и потрескавшиеся дома включили только после череды обращений к властям и гражданским активистам. Новый дом в Измайлове для жителей Седьмой Парковой еще не построен. До сих пор непонятно, когда именно и в каком порядке они смогут переехать. Жильцы согласны и на квартиры в другом районе. Но и это пока не приближает переезд. По программе реновации переселяются нормальные, благоустроенные люди из благоустроенных квартир, из нормальных крепких домов. А в бараке так и стоят. Очередность. Сейчас обещают в конце 2019 года эти списки опубликовать. Но опять-таки мы не знаем, мы будем в этих списках или нет. Помимо журналистов, 15 мая поддержать жильцов приехали депутаты Мосгордумы. От департамента городского имущества так никто и не пришел. Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.